Кто-то пытается утопить. Похоже на карасика. Это на подъем, это опять топит. По бусинкам поклевка отслеживается здорово. Верхние, видите, еще вроде ничего нет, а нижние уже там обалдеют. И в результате у нас получается вот. Всем доброго времени суток. На рыбалку буквально часик и что-то так чисто на разведку приехал и будем пробовать чего-нибудь поймать. Приехал Станага, приехал опять с такими бабушечками. Сейчас посмотрим, что получится. Кто-то живет. Кто-то живет. Кто-то начинает плевать. Очень чувствительная оснастка. В сторону тащит. О, потащил. Оба-на. Хе-хе-хе-хе-хе. Субертанаговский карась. Надо сфоткать. Всплывают. Поймал еще супер карася. Субертанаговский карась. Здесь видно супертанаговский карась. Поймал еще супер карася. Монстры. Так что там я еще крупняков ловил на том озере. О, потащил. Монстровская рыба пошла. Упала! Карасище. Супер карась. О, трава. Поехали. Супер карась. Упала карась. О, трава. Крупняк. Сразу клюет кто-то. Красиара, красища. Вот такие вот монстры. Вот уже карасик такой вроде ничего. Вот так надо. Это трофей. Это надо заснять. Попилор. Опа. Красище. Вот сегодня натуральная тонага. Сейчас покажу на что ловлю, чего замешал. Вот вам и буквально говорю рыбалка на часик. Вот такой карась, а так тащит. А у них ухры-мухры. Сибирские караси, они кабаны. Там-то вон подальше по ямкам там хорошие кабанчики стоят. На теле лодку. Или кидры может доставать оттуда. Они осторожные. Это мелочь позатая. Закинул, сразу плюет. Тащит как взрослый. Ого-го-го. Во-первых. О-о-крупняк. Блин монстры. Тегат. Что сегодня использовалось. Замешал тесто. Вот такое. Здесь у нас Дикая битва 918 номер 8. Вот такой стаканчик у меня. Насыпал где-то, наверное, 50 миллилитров. И до 70 миллилитров. Сухой смесью. Вот такой пшеничный белок. Номер 5. Ну, то бишь, глютен. Все это в тарелочку сюда жахнул. И 70 миллилитров воды. Размешал. Пять минут подождал. И ловлю. Удочка все та же. Это Лео. Значит, в этом написано, что в описании, где брал, что она 1,8. На самом деле она, по-моему, 1,73. Что-то так. В сложенном состоянии. Вот такая вот. 35 сантиметров. Удобненькая. Лес, как я говорил уже в прошлом видео, 0,14. Тесто. Вот такие вот бабушки. Тоже китайские. С Алиэкспресса. Грузила. Вот такой вот прибамбас интересный. Вертюжок и крючочек здесь с силиконовой резиночкой. Для одевания поводка. Поводочек. И крючок. Пятый номер. От фанатика. Называется хитрый. Значит, берется кусочек теста. Вот так вот я его побольше сминаю. Потом крючочком вот так вот. Протяг, не протяг. Одевается и забрасывается в речку. И ловится супер рыба. Ну что, еще немножко половлю. И буду собираться. Вот такое у меня место рыбака. Тренога. Тоже с Алиэкспресса, с камерой. Ящик друг два. И ведро под карасище. И в том виде вон там еще караси есть. Надеюсь, поклевки будут хорошо видны. Может, может. Опа-на. Вот такие Танаго караси. Следующее видео сделаю обзорчик. Сегодня пришла посылка от старого шамана. Интернет-магазина. В принципе, все, что у меня в рыбалке на Хиробуну и Танаго используется, практически все от них. Заказывал я там поплавки для мелководья. На Хиробуну короткие такие. И мотовельца. Ну и пришли еще несколько подарочков. И хочу попробовать приехать сюда. На Хиробуну. У меня удочка есть. И оснастить именно для мелководья вот такими вот бобышечками. Там бобышечки специально. Они немножко покрупнее. Поярче такие. Чтобы подальше можно было видно. И вот и как раз и посмотрим. Что у нас получится из той снасти. Леску там еще хамелеон. Заказал. Пришла. Увидите. Так что кому интересно. Подписываемся, не забываем на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Как обычно. На этом буду, наверное, закругляться. Отпустим всех наших супер рыбов. Уже карасики нормальные. Беги. Ну а вам всем пока.